Дорожку сделаю твердотельным моделированием, сделаю ее на плане первого этажа, правая кнопка мыши на слое второй этаж, первый этаж, и нарисую тут или сплайн, и потом с пробелом сделаю дорожку из сплайна с помощью стены, или сразу стенкой сделаю дорожку. Так, стена, у нас пускай будет стена-дорожка шириной 2 метра, высоту пока не трогаю, забью, привязка пусть посередине дорожки будет, могу сразу материал, бетон легкий, например, и начинаю рисовать. Так, вариант не отдельная стена, а вот такая, одна за другой, пошел прямой кусок, потом делаю второй вариант, это из прямой делается кривулина, такая, из нее следующая кривулина, и пошел петлять. Так, дальше сделаю, чтобы было прямо. Нарисовал. Иду в 3D. Вот у нас дорожка, будущая дорожка пересекает рельеф, то, что надо. Так, так. И вырезаю из рельефа стену, то есть дорожку. Сначала я копирую рельеф, для того, чтобы у нас этот рельеф стал будущей дорожкой, которая будет чуть ниже рельефа. Сейчас объясню, что я имею в виду. Беру, выбираю перемещение, в процессе перемещения нажимаю Ctrl, перемещается уже копия, вижу плюсик после курсора. Смещаю на сколько-то, чтобы вернуть потом обратно настолько же, насколько я вниз, потом обратно настолько же вверх. Пускай будет 8 метров. Копия у нас пусть болтается там внизу пока что, до лучших времен. Теперь я вырежу из рельефа, выделяю рельеф, вот эту стену. Рельеф выделен. Конструирование. Операция предотельного моделирования. Целевой элемент тоже выбран. Он есть. Выделяю стену. Получить элементы операторов. Вычитание. Ок. Выполнить. Теперь скрываю стену, чтобы она не мешалась. Выделяю стену. Смотрю на слой, какой тут слой. У меня тут уже панель слоев. Если вам не показывал, не помню, показывал, нет. Кто-то говорит да, кто-то нет. Я вот эту панельку добавил вот сюда, в интерфейс архикада, с помощью окна, панели. Панель слоев. Сейчас я уберу и верну обратно окно панели. Панель слоев. Она позволяет делать быстро операции над слоями. Например, скрыть слой, в котором у нас вот этот объект. То есть вот этот слой. Мне не нужно запоминать название, идти потом в список слоев, искать название здесь и закрывать глаза. Я могу сразу нажать вот здесь слои выбранных элементов на закрытый глаз. И слой со стенами у меня скроется. Скрыл я и дорожку, и эти стены, потому что у нас они в одном слое. Я отменяю операцию со слоями. Отменить действие панели слоев. Все, у нас показалось. Тогда я засовываю эту дорожку в другой слой. Например, конструктив стены, не несущие. Перенес в другой слой и его скрываю. Этот слой остается. Выгрыз есть, но он неправильный. Поэтому как раз я теперь копию рельефа беру и поднимаю. Но не на 8 метров, а чуть ниже. Пускай будет 7800. Нет, 7900. Enter. Все, у нас дорожка ниже рельефа. И я теперь возьму, изменю материал вверх, а не трава будет, а какой-то другой. Открываю свойства этой 3D-сетки, которая дорожка. И замену материала с травы ставлю какой-то другой. Брусчатка, если есть. Камень, песчаник. Окей. Вот дорожка врезается в рельеф. Теперь я делаю подпорные стенки вдоль дорожки. Сделаю, например, инструментом балка. Потому что стена у нас не может идти по рельефу наклонно. Она только горизонтальна всегда. А вот балка может. Набираю инструмент балка. Вариант построения ломаный. Все правильно. Размеры. Могу сразу бордюр, сколько шириной, пускай будет 15 сантиметров. А высотой пока не знаю. Пускай будет пока 40. И я беру и по каждой точке, общелкиваю, создаю бордюр. Или подпорную стенку. Эта точка, потом вот эта точка. Потому что у нас рельеф тут перья. Угол меняется, короче. Излом рельефа. И беру просто вдоль кромки, щелку по каждой точке 3D сетки рельефа. Это у нас будет подпорная стенка вдоль дорожки. Потом я могу ее поднять. Изменить материал. Так, что тут много нам еще рисовать? Ой, много. Тогда я все, тут закончу, оборву. Один шелчок, второй шелчок. Все, нарисовалось. Сейчас я подниму немножко, чтобы бордюр торчал над травой. Выбираю. Так, это смещение. Смещение только для одной балки. Отменяю Ctrl-Z. Чтобы сместить все на какое-то расстояние, я нажимаю Ctrl-9. Смещаю все элементы, все, что выбрано за раз, на высоту 10 сантиметров. И теперь сделаю сечение, то есть разрез по этому месту, где у нас бордюр. Вот он, бордюр пунктирчиком. Инструмент разрез. И рисую разрезик перпендикулярно бордюру дорожки. Если я зажму, так, зажму Alt-A вроде. Сочетание Alt-A блокирует перемещение угла. Смотрите, рисую чето, нажимаю Alt-A, у меня угол заблокировался. Escape, отменяю блокировку. Опять рисую как угодно. Опять навожу перпендикуляр, зажал Alt-A, отпустил Alt-A и рисую разрез перпендикулярно дорожке. Нарисовал. Смотрю в сторону, в какую. Разрез 4 добавился. Открываю его. Вот разрез, но в нем видна вот эта вот стена. Потому что те слои, которые я скрыл на плане, на разрезе они видны. Могу сейчас комбинацию слоев объяснить, что это такое. Я открываю свойства слоев. Вот здесь у нас есть комбинации слоев. Они влияют на то, какие слои открыты, какие закрыты. Потом, какие у нас видны в сетку, какие у нас просто обычные. Суть в том, что я могу сейчас, например, скрыть этот слой с дорожкой. Вот здесь в панели слоев. Скрываю выбранный слой. Открываю список слоев. Тут у нас слой с дорожкой скрыт. Вот здесь находится дорожка. В этом слое он скрыт. И я создаю комбинацию слоев. Называю, например... Ну так буквально назову. Скрытая дорожка. Чтобы понятно было. Новая комбинация слоев. Скрытая дорожка. Ок. И теперь, если у нас где-то эта дорожка видна будет. Вот здесь она тоже скрыта. Я возьму показать все слои. Выбираю все слои. Глазом открываю. Вот опять вылезло. И теперь, чтобы мне вернуться к той комбинации, где дорожки у нас скрыты. Я открываю панель слоев. И нажимаю не слои. Не скрываю, не открываю. А жму комбинацию слоев. Скрытая дорожка. И у меня тут этот слой скрывается. Так. А здесь на плане он тоже открыт. Потому что на плане он сбился. Я иду опять. Открываю панель слоев. Скрытая дорожка. Ок. И все у нас тоже скрылся здесь.